В прошлом занятии мы говорили о принципах планирования и распределения времени, которые еще называют time management. Сегодня мы будем говорить об обратной стороне этой процессии, о стрессе и о том, каким образом можно с этим стрессом бороться. Итак, стресс. Мы слышим это слово каждый день. Стресс. Он входит в нашу жизнь со звоном будильника. Стресс в сигналах машин, увязших в утренних пробках. Стресс. Заставляет нас суетиться на работе. Стресс. Дышит нам в затылок, когда мы возвращаемся домой. Стресс. В каждой строчке вечерних новостей. Стресс. Даже в постель заставляет нас прокручивать события прошедшего дня. Стресс. Мы засыпаем, чтобы завтра начать все сначала. Как же так получается? По данным статистики, в США, в стране, которая самая первая осознала проблему стресса, около 90 процентов населения постоянно находится в состоянии сильного напряжения. 60 процентов из них переживают стресс один раз, два раза в неделю. 30 процентов почти каждый день. В результате переживания стрессового состояния портится его физическое здоровье. Две трети всех обращений в врачу вызвано теми болезнями, которые являются результатом стрессового состояния. Симптомы это заболевания очень сильно напоминают проявление СПИДа. Быстрая утомляемость, слабость по утрам, песок в глазах, частые головные боли, бессонница, конфликтность, склонность к одиночеству. В нашей стране, к сожалению, нет такой точной статистики по процентам населения, которые подвержены стрессовому состоянию, но по крайней мере это не менее чем 60 процентов. Что же такое стресс? Стресс это внутреннее сопротивление, состояние повышенного нервного напряжения, возникающее у человека в ответ на внешнее давление. В основе стрессового состояния лежит убеждение. Я не могу контролировать свою жизнь, я беспомощен, я чувствую неспособность справиться со своими трудностями. Каким же образом можно преодолеть это стрессовое состояние? Давайте посмотрим ответ на этот вопрос с трех позиций. Прежде всего, с духовного уровня. Когда человек чувствует свою беспомощность, чувствует неспособность справиться с трудностями, нужно вспомнить о том, что как верующие люди мы считаем, что именно Господь руководит нашей жизнью. Что это Он допускает ситуации сложностей, Он дает нам время для благословения и для отдыха. Поэтому мы помним о том, что Бог не дает искушение сверх сил. И если Он дает это искушение, которое для нас сложно, Он дает нам и облегчение, чтобы можно было перенести. В духовном плане нам нужно занять позицию, что мы принимаем те вещи, которые Господь допускает в нашей жизни и верим в то, что Он дает нам силы и возможности справиться с ними. Поэтому в состоянии беспомощности лучше обратить в благодарность Господу за то, что все, что Он обещал в нашей жизни, будет исполнено. И вне зависимости от тех трудностей, в которые мы сейчас попали, Он найдет пути выхода из них. Также за стресс можно посмотреть с эмоциональной точки зрения. С эмоциональной точки зрения нужно признать, что Вы человек, который подвержен определенными ограничениями. У Вас существуют определенные эмоции, некоторые из них негативно. И вся проблема в том, что мы не умеем правильно их выражать. Выражать так, чтобы это не приносило боли нам и окружающим людям. Задача на эмоциональном уровне научиться выражать эти эмоции. Конструктивно выражать это с помощью слов или с помощью определенных техник, чтобы не накапливать внутреннее напряжение внутри нас. Одно из проблем эмоциональных, таких эмоциональных состояний, что часто человек загоняет себя в угол. Он чувствует немножко обиды, но думает, что этим можно пренебречь. В следующий раз обида увеличивается. Через три года он настолько обижен, скажем, на своего друга, что при малейшем инциденте эта обида выливается в огромный скандал. Евангелие учит нас, что если что-то произошло между нами и другим человеком, мы должны сразу выразить это. Это замечательный способ профилактики не накапливать наши негативные эмоции внутри нас. Если мы будем учиться правильно выражать наши эмоции, то со временем мы научимся поддерживать наш внутренний мир, наш эмоциональный мир в состоянии гармонии и равновесия. Теперь рассмотрим физический уровень. Стрессовое состояние выражается в том, что все наши мышцы находятся в напряжении. Мы не можем расслабиться ни одну минуту. Мы не можем себе позволить отвлеченно думать о что-то. Настолько это волнение, напряжение охватывает нас. Для борьбы со стрессом есть определенные упражнения, которые помогают телу расслабиться и прийти в обычное хорошее состояние. Но надо заметить, что если вы будете использовать физические упражнения, то одних их недостаточно для того, чтобы разобраться с проблемой целиком. Вам нужно объединять их как с эмоциональным, так и с духовным уровнем. Вот пример упражнений, которые помогают физически снять эмоциональное напряжение. Вы садитесь удобно, свободно руки кладете на колени, ладонями вверх. И мысленно представляете себе, что в одной из вашей рук лежит лимон. И вы потихоньку начинаете сживать его до тех пор, пока вы не уверены, что из лимона вытек весь сок. После этого вы постепенно опускаете эту руку и расслабляете ее. Повторяете такое же упражнение второй рукой, выжимая воображаемый лимон в левой руке. Что происходит в этом упражнении? Постепенное состояние напряжения и расслабления ведет к тому, что ваши руки, плечи и пояс плечевой расслабляетесь. Это автоматически ведет к тому, что ваше психологическое напряжение спадает. Есть много других упражнений, подобных им, которые помогают привести тело в состояние расслабления. В случае крайнего напряжения, если, например, вам нужно выступать на сцене или говорить речь перед важной аудиторией, психологи рекомендуют сделать несколько силовых упражнений, например, отжиманий или несколько приседаний, которые придут в сбивке дыхания, к отвлечению от ваших напряженных мыслей и таким образом помогут вам расслабиться. Итак, мы с вами говорили о том, как правильно планировать свое время. И в этой лекции говорили о тех способах, каким образом можно снять сильное стрессовое напряжение. Но мой вам совет, не загоняйте себя в состояние стресса, старайтесь планировать свою деятельность и давайте себе отдыхать. Это очень важно, особенно для того, чтобы ваша и профессиональная, и учебная деятельность была плодотворной. Успешной вам учебы!